А теперь обо всем более подробно. Ежегодно 5 октября в более чем сотни странах отмечается Всемирный День Учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечается роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Не обошлись без внимания и мианские учителя. Сегодня в Доме детского творчества честовали тех, кто посвятил воспитанию и обучению детей лучшие годы своей жизни. Ваш скромный труд цены не знает, ни с чем он не сравним, и все с любовью величают вас именем простым. Учитель, кто ж его не знает? Сегодня в Доме детского творчества «Остров» царила необыкновенная праздничная атмосфера. Гостей встречали сказочные феи, на сцене выступали лучшие творческие коллективы города. Повод для этого весьма весомый. Здесь отмечают Всемирный День Учителя и чествуют выдающихся педагогов. Все поздравления в честь людей, которые целиком посвящают себя детям. Властители душ подрастающего поколения, от имени собрания депутатов, от себя лично, и что мне положено и вверено по уставу, от всех жителей Мярского городского округа, я поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником. Тропинка жизни каждого человека начинается со школы. И мы все с огромной теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей, талантливых и увлеченных энтузиастов, помогавших нам овладевать знаниями и жизненной мудростью. Профессия учитель – одна из тех, без которых общество, как бы далеко в своем развитии не уходило, не могло и не может обойтись. У каждого из нас были учителя. Был и любимый учитель, которого мы и сейчас вспоминаем с любовью и благодарностью. Учитель – это не просто профессия, это призвание. Сегодня в зале было много таких, которые проработали в образовании по 30, 40, 50 лет. Я в школе работала 42 года и считаю, что лучшей работы нет, потому что работаешь с веселыми, здоровыми, задорными детьми. Ну, какая жизнь? Жизнь по регламенту детей, по регламенту школы. Ну, даже бывает немножко по регламенту своих детей. Ну, больше всего детей чужих. Вот. Ну, что. И однажды со сцены выступала девушка и говорила, что постепенно учитель становится идеальным. И на самом деле так. Считаю, что ты должен стремиться к идеалу. И действительно, для многих учеников учитель – это пример для подражания. Человек, знающий, умеющий, понимающий. С праздником вас, дорогие учителя! Валентина Доморадская, Юрий Карпов. Программа «24 МИАС».